Микс Ньюс Здравствуйте, все, кто нас слушает. В эфире программа «Зелёная лампа». Как всегда, по вторникам День добрых дел на Радио Болтком. И эта программа, как вы помните, о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. И гостья у нас сегодня автор экологических сказок, писатель, переводчик и мама двоих детей. Елена Скуратова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Елена у нас автор проекта «Дрим Креэйт». Елена, расскажите, пожалуйста, «Дрим Креэйт». Как вы придумали, что это создание мечты? Да, если перевести дословно, то это «мечтай, создавай». То есть верь в мечту и двигайся вперёд навстречу своей мечте. Делай то, что ты хочешь, делай что-то доброе, помогай миру, людям. Прямо в тему нашей программы. Очень тематический такой гость, который прямо укладывается в концепцию нашей программы. И сейчас очень-очень актуально. А мы на этой неделе помогаем прекрасной, очень хорошей женщине Лайма Людена, мама двоих детей, детям 13 и 15 лет, а у Лаймы онкология. И вот в сети Facebook на своей страничке Лайма написала «Я борюсь за жизнь, но везде вирус, карантин, эпидемия, и уже неделю живу без лекарства, которые мне жизненно необходимы, потому что не успела собрать средства». Вот этот призыв о помощи действительно для человека, у которого онкология, принимать эти препараты – это вопрос жизни. Действительно вопрос жизни. И специально для того, чтобы помочь Лайме собрать деньги на оплату лекарства, в благотворительном фонде BeOpen был открыт целевой счёт. И на неделю сегодняшнего дня к этому счёту подключен благотворительный телефон 93006384. 1 евро 42 цента, один звоночек, и деньги собираются на оплату лекарства от онкологии и на оплату операции на ноге. То есть у Лайма там сложная история. Эту историю можно прочитать на сайте MixNews.lv в разделе «Зелёная лампа». И самое интересное, что Лайма – дочка известного латышского поэта и писателя Витаутса Люденса. То есть, в принципе, дети, которые учатся в латышских школах, в латышских детских садах, а сейчас и русскоязычные дети тоже, знают его стихи и сказки, потому что они включены в школьную программу, да, и в разные методические образовательные программы. И у него есть очень такая известная книжка, которую он посвятил своей дочке. Так и называется «Лайменя сволода». И вот эта вот «Лайменя» – это и есть вот эта лайма, которая сейчас оказалась в беде. И мы просим для неё помощи. Ещё один важный момент, что она до этого покупала это лекарство в Литве. И упаковка этого лекарства там стоит в полтора раза дешевле. Сейчас в связи с карантином границы закрыли, и она, в общем-то, оказалась в отчаянии. Я на неделю уже без лекарств, поэтому помощь нужна очень срочно. И мы понимаем, в нашей программе мы просим помощи и рассказываем о людях, которым нужна помощь. Сейчас такая ситуация непростая, что, в принципе, тяжело очень всем. И всё-таки, тем не менее, если оглянуться, мы видим, что есть рядом с нами люди, которым очень остро и жизненно нужна эта помощь. Поэтому просим тех, кто может, сделать звоночек по телефону 9300-6384. Евро 42 цента за звонок. Напоминаем, что в гостях у нас сегодня Елена Скуратова. Она автор экологических сказок и других, и не только экологических. Сейчас просим, что это такое за экологические сказки. И мы будем говорить о сказках, о мечте, о семье, о том, как сегодня детей воспитывать. О многом-многом-многом важном. Елена, вот месяц назад, ещё до карантина и чрезвычайной ситуации, вы успели скачать в последний вагон. Прошла красивая презентация вашего сказочного проекта. Вот вы первую в Латвии персонализированную книгу сказок представляете. Покажите её, пожалуйста. Вы с собой её взяли. Посмотрите, кто нас смотрит. Красивая книжка. Называется? Называется там «Морские приключения» Дельфа, и здесь может быть имя вашего ребёнка. То есть почему она персонализированная, то есть имя ребёнка печатается на обложке, имя ребёнка в тексте. То есть «Морские приключения» Дельфа и Маши, Дельфа и Арниса. Да. Лена, а вот здесь Виктория. Виктория – это кто у нас? Это моя дочка. Вот эта книжка, которая для вашей дочки. Да, книжка уникальна тем, что мы можем выбрать персонажа, то есть это может быть мальчик, девочка, выбрать цвет глаз, волос. И этот герой, он уже тогда на страницах сказок появляется. То есть у меня здесь… В микрофончик. Дочка, дочка у меня, да, вот она светловолоса и с глазками. Вот. Книга, да, она посвящена такой теме, очень актуальной экологии, вот, окружающей среде, защите морей, океанов. Наверное, рассказать, как идея родилась. Расскажите, как идея родилась. И сначала скажите, а не скучно ребёнку про экологию сказку? Как вы сделали так, что это интересно? Ну, ей интересно, ребёнку интересно потому, что, во-первых, он видит, что он главный герой этой сказки, он видит своё имя, и даже когда дочка открыла, мама, там я, там про меня. То есть уже это интересно. Сама книга, она такая, сама сказка, она очень интересна тем, что там ребёнок, у него есть помощники, они ему помогают, происходят различные приключения. То есть… Они спасают океан. Они спасают океан, да, они спасают океан. У нас там есть даже привидения, у нас там есть разные решения, игра, которая идёт на всех страничках. То есть можно собирать мусор параллельно, да, там найти столько-то баночек необходимых. Можно потом в игру поиграть уже на задней обложке, которая находится. То есть книжка, она такая интерактивная, да, то есть она как бы и развивает, и прививает интерес и любовь к природе. А выставка, то есть книжка была представлена в рамках проекта под названием «Спаси этот мир», да, на грани 2.0.2.0.2020. Да, там была мозаика, там были рисунки, то есть тоже как раз выставка была посвящена вот этой теме, да, и то есть как бы так всё совпало, что меня туда пригласили, и вот, ну, всё-всё это вместе сошлось как бы как один пазл. Как и сейчас, то есть мы помогаем человеку, который тоже, отец который, да, писатель, то есть всё оно как-то складывается. Случайно совпадает. Всё это как-то совпадает случайно, то есть как бы вот… Совпадает так случайно, что, в общем, понятно, что не случайно. Наверное, случайности не случайны, да. А вот такой вопрос немножко коварный. Вот выставка называлась «Спаси мир» на грани, да, «Спаси мир», и вот произошло сразу почти после этой выставки вот такое вот у нас, такая большая всемирная неприятность. Мы успеем спасти мир или не успеем? Как вот ваше мнение? Я думаю, что мы обязательно его спасём. Главное – позитивно мыслить, главное не стрессовать. В принципе, о чём я говорю всем своим близким, чтобы не переживали, чтобы бороли свой страх, потому что страх, он как бы очень и очень мешает нам всем. Лучше думать о чём-то добром, о чём-то позитивном, как-то помогать друг другу, вот, это главнее. Думать о чём-то положительном, научиться мыслить позитивно. Ну вот вы сегодня, например, о чём положительном думали? О чём я сегодня положительном? Ну как, я проснулась, обрадовалась, что сегодня солнечный день. Это в первую очередь. Очень важно. Да, что не надо, с одной стороны, хорошо, что в школу вроде бы идти не надо, да, можно подольше поспать, и ребёнок может поспать. С другой стороны, конечно, есть свои сложности, да, вот. Дальше, то, что я сегодня всё-таки выбралась в город, так как я сижу, тоже стараюсь сидеть, никуда не ходить, гулять где-то там в своём районе с детьми, вот. То сегодня у меня такой прям вот праздник, что я приехала в город, я приехала на передачу, то есть вот начинаешь реально ощущать те события, которые происходили раньше изо дня в день, ты как бы не обращаешь на них внимания, что сейчас ты как бы смотришь на это всё, да, ценишь. То есть ты начинаешь ценить, ты начинаешь ценить каждый день, и каждое какое-то маленькое событие у тебя для тебя уже как праздник становится. Хорошо, да, и вот мы сегодня ждём от вас каких-то советов, да, как сохранять, как именно ещё мы можем сохранять своё равновесие, да, которое очень-очень-очень нужно сегодня сохранять. Мы попросим вас рассказать о том, как появилась эта книжка, вот через несколько минут, потому что сейчас будет перерыв небольшой на рекламу, или не будет у нас сейчас перерыв? Нет, Родион говорит, что не будет. Не будет перерыва, очень хорошо, значит, у нас больше времени получается. Лена, а вот как вам кажется, вот сказка – это всё-таки обобщение, это какие-то образы, аллегории, то есть мы как будто поднимаемся на этаж выше и смотрим на ситуацию шире. Вот как вам кажется, вот этот вот кризис сейчас с этим эпидемией, да, с этими нашими страхами, в глобальном смысле, вот зачем нам дан, вот как в сказках, в категориях добра и зла, вот что мы должны понять? Как в сказках, может быть, если с положительной точки зрения, хотя, ну, как бы, я согласна, что многие сейчас кидают меня помидорами, скажут, ай-яй-яй, вот, ну, смотрите, люди начали покупать гречку, правильно питаться, то есть, ну, как-то вот все, не макароны, да, которые вот вредные, да, почему-то все как-то подумали о том, что вот гречка – это самая полезная крупа. Это большая загадка. Да, самая полезная крупа, не рис, там, не овсянка, вот, хорошо, люди стали более правильно питаться, допустим, экология в том же, ну, вот, немножко самолёты перестали летать, ну, немножко чище, если, как на Настябе говорят, что над Китаем, там, очистился этот смог, да, то есть, временно. Конечно, для экономики, для людей это плохо, да, всем, как бы, приходится, ну, считаться тоже, как бы, большие потери, но, может быть, как-то увидеть в этом какой-то тоже плюс для всего мира, может быть, нас, природа, Вселенная чему-то хочет научить. Главное, чтобы… Да, какое-то равновесие, немножко, может быть, чтобы все остановились, не бежали, потому что этот бешеный ритм по жизни, мы, может быть, чего-то, что-то, мы, может быть, упускаем все, каждый из нас, когда все спешат, все бегут. Но главное, чтобы это не переросло в постоянное. Нет, конечно, конечно, не надо, чтобы это перерастало, потому что всё-таки человек – это существо социальное, и если он не будет общаться, не будет контактировать, то, конечно, тоже это может оставить какой-то синдром постформатический, и, конечно, этого не хотелось. Мы продолжим через несколько минут, всё-таки у нас будет небольшой перерыв на рекламу. Мы продолжаем программу «Зелёная лампа», напоминаем, что в гостях у нас автор сказок и мама двоих детей Елена Скуратова. Лена, а вот как вы начали, первая сказка у вас как появилась? Вдруг раз и сказка, и когда? Первая сказка появилась после рождения первой доченьки. А сколько доченькам? Старше семь, младше три. И именно она была тем мотиватором, чтобы начать сочинять сказки, потому что сочиняла я именно для неё. Виктория. Виктория, да, я начала писать для неё развивающие стихи, в которых я учила её во времена года. Это очень здорово. Пуковки там складывать, были у нас конкурсы, я вела блог на мамином клубе, то есть мы там тоже с девочками, этот мир стихов, мир творчества сказок и стихов, то есть всё там велось. Вот, и потом я начала писать сказки, потому что именно она как бы, она не хотела, чтобы я ей просто читала книжку. Она говорит, мама, расскажи мне сказку вот именно свою, то есть там она давала мне какую-то тему, там героя, да. И мне приходилось, то есть придумывать, я как-то тоже за ней следила. А потом уже, когда она пошла в садик, и там начали возникать какие-то ситуации сложные, например, игрушку не поделили, или как дети обычно, это не я, это он, меня научили, да, то есть любят отнекиваться. То есть я стала вот эти ситуации тоже как-то вот в сказочной форме, то есть ей сообщать, да, сообщать, то есть пытаться ей как-то вот, ну, рассказать, это сказочно, то есть вот. То есть это более доходчиво, чем читать морали? Однозначно, это более доходчиво, и ей очень нравилось одно время, сейчас уже, конечно, она стала старше, ей уже как бы уже герои, там, ежата и котята тоже, ей уже не так интересно, уже, конечно, интересно вот ребёнок, то есть, допустим, даже вот если она как герой, то, то есть, ну, сказка растёт вместе с ребёнком. А вторая дочка? А вторая ещё маленькая, то есть она ещё не настолько, то есть, чтобы вот слушать, ну, конечно, вот старшенькая, я говорю, почитай, смотри, то есть они вместе тоже эту книжечку смотрели, было, ну, как бы интересно, это мамино. А вот вы говорите, что вы вдохновлялись идеями, ну, а педагога Аманашвили. Да, да. Вот с чего, какие конкретно идеи его применимы для вас лично? Ну, вот эта персонализированная сказка, да, то есть, это как бы как элемент такой сказкотерапии, немножко психологический, то есть, когда ребёнок оказывается на месте главного героя, то есть, он как-то лучше воспринимает информацию, в реальной жизни он потом пытается подражать этому герою, то есть, его можно как бы, этого ребёнка немножко как бы, ну, как бы, как сказать, запрограммировать, да, на позитивное вот воспитание, ну, воспитать позитивно, да, то есть, какие-то вот хорошие дела, которые ребёнок делает в сказке, да, поступает правильно, то есть, ребёнок переносит это в реальную жизнь и пытается, как бы, следовать этому. То есть, как целью своего проекта вы формулируете, что очень хочется сделать наш мир чуточку лучше. То есть, это просто для того, чтобы запрограммировать ребёнка на то, чтобы он действовал. В принципе, хочется, у меня сказки не только для детей, для взрослых тоже, то есть, где-то, когда мы читаем сказку, можно увидеть, допустим, со стороны какую-то ситуацию себя, увидеть, допустим, что ты делаешь, что-то, ну, не так, и как-то посмотреть на это, ну, как бы со стороны, то есть, вся наша команда, нас мало пока, вот, это и программист, это и иллюстратор, то есть, мы все, как бы, да, и редактор, и переводчик, мы все хотим действительно чуть-чуть изменить мир, то есть, добрыми сказками, да, то есть, где-то кто-то, даже взрослый, может прочитать ту же детскую сказку и увидеть, допустим, что вот он не ценит, допустим, то время, которое у него есть, это же самое ценное в жизни, да, чего-то, допустим, боится, может как-то перебороть себя, какие-то свои страхи, то есть, цель не сколько запрограммировать, сколько, наверное, людям показать через сказки, то есть, посмотреть на мир немножко по-другому, да, то есть, как-то вырваться из привычного чего-то и окунуться в это вот волшебное и как-то другим углом на все посмотреть. Лена, а вам в детстве много читали сказок? Любимая была какая-то? В детстве читали, мне почитал папа, помню очень книжку «Хорошо Робинзона Круза», но это как бы не сказка, это уже постарше, я слушала очень много пластинок, вот у нас был этот проигрыватель, и мы с братом слушали пластинки, вот это было очень много, и «Лампаладина» была, и «Капитан Врунгель», и чего только не было, то есть, было очень-очень много сказок. А вот в вашей этой книжке для детей, вот этот новый проект, о котором мы сейчас говорим, там есть целая страничка, которая называется «Страничка добрых дел». Да, есть такая. Да, вот расскажите, зачем вы её придумали, какие добрые дела там могут возникать? Есть «Страничка добрых дел», куда ребёнок может вклеить, я сейчас покажу, фотографии, да, клеить фотографии, либо нарисовать, да, как вот он помогает, да, то есть, здесь как бы больше всё-таки об окружающем мире, потому что книжка посвящена экологии, но в принципе это может быть любое доброе дело, то есть, это может быть вот пошёл на пикник, собрал с собой, не оставил ничего в лесу, помог старичку какому-то, помог маме даже по дому, да, то есть, вот убрал за собой, помыл посуду за собой, уже доброе дело, уже хорошо, уже маме легче, то есть, могут быть разные дела, хорошие, сейчас как-то сразу приходит на память, как мы делали в садике, у нас был вот проект, то есть, попросила воспитательница, она знала, что я сказки пишу, и вот она попросила, то есть, сделать такой как бы открытый урок, мы читали сказку специально написанную про добрые дела, новогоднюю такую сказку про старичка, который хотел всем сделать подарки, да, но так как он вышел утром и подскользнулся, то он не смог в этот волшебный лес добраться, и там детки, то есть, решили ему помочь, уже вот группа мы делали, рисовали на воде с моей подружкой, то есть, водные рисунки делали, сделали вот эти варежки, то есть, мы как бы помогли этому сказочному старичку, а потом уже детки, то есть, была идея, как раз тогда нужны были открытки в пансионат Лепа, и сделали, то есть, детки нашей группы сделали с этих вот уже варежек, уже открытки, реальным старичкам эти открытки были уже переданы в пансионат, то есть, вот получилось все это как-то, да, вот тоже таким проектом, вот казалось бы, маленьким сначала, то есть, просто сказка, потом был вот этот вот урок добра сделали большой такой уже там для всех групп, то есть, показали нашу группу в садике уже там заведующая сделала такого вот мероприятия, то есть, деткам показали, что как бы, что есть на самом деле такие старички одинокие, которым нужна помощь, вот тоже, вот, так что всякие разные дела могут быть добрые, тут уже как… Раз мы говорим о добрых делах, да, то в рамках акции «День добрых дел» на радио «Болтком» мы напоминаем, что на этой неделе мы помогаем и просим вашей поддержки и участия для мамы двоих детей Лаймы Люденой. Лайма – дочка известного латышского поэта Витаутса Люденса, детского поэта и сказочника, чьи сказки и стихи включены в школьные программы. Вот, Лайма оказалась в беде, ей нужно лекарство от онкологии, на оплату которого у неё сейчас просто нет средств. И она категорически не хотела обращаться за помощью. Получилась очень интересная ситуация. Она увидела объявление, что тренер по теннису на колясках Тереза Стенслова… Тут надо сказать, что она фотограф, она занимается фотографией и преподаватель хореографии, танца. Но когда у неё случилось, поставили диагноз онкологический, сделали химиотерапию, она начала принимать препараты, она просто дома упала в обморок и так неудачно, что сломала ногу. И уже две операции у неё были, сейчас предстоит третья операция. То есть вот эти деньги на оплату операции тоже нужны. И вот она сидела грустно в Фейсбуке и увидела, что тренер по теннису на колясках, известная такая тренер Тереза Стенслова, ищет кого-то, кто мог бы помочь сделать простой для социальных сетей видеоролик. И она сказала, что она как волонтёр готова сделать, она как фотограф может и что-то снять, если это не великое какое-то киноискусство. Она познакомилась с Терезой. Когда Тереза узнала её историю, она просто категорически, просто пинками, там за шкирку, за шкварку настояла. И написала нам. Да, что нельзя стесняться, что надо просить, потому что у неё двое детей. И это диагноз, с которым нельзя просто сейчас, потому что нет денег, мы не будем принимать лекарства. И она переступила через себя. Если бы не Тереза, она никогда не обратилась бы. Раз человек обратился за помощью, это уже крайняя ситуация. И наш телефон 9-00-6384 всю неделю будет работать, чтобы помочь Лайме собрать деньги и купить этот препарат. Лекарство жизненно важно. Я ещё просто добавлю, что вот пока мы с ней разговаривали, она несколько раз нам сказала, что она очень хочет сама. Она бы не просила, но сейчас очень сложно найти какую-то подработку. То есть она может заниматься дизайном, оформлять помещения, фотографии, переводят тексты. Она прекрасно, профессионально, с латышского на английский и обратно. Занимается литературным творчеством, пишет стихи и сказки, как папа. И тоже у неё мечта издать книгу сказок. Она у неё, собственно, готова. Главный герой этой книги – её любимый таксик, такса, суса. Это в планах. И очень хочется, чтобы эти планы у неё сбылись. И сейчас просто ей помощь нужна. Просто протянуть руку, сделать звонок. Она человек очень такой активный, боевой. И у папы есть книжка, которую знают все детки, которые на латышском читают, про кота-принцесса. И она говорит, это мой кот, он прожил 18 лет, и вот этот наш кот-принцесс. И мы ей задали вопрос, ну, Лайма, вы, наверное, вся такая в сказках, там с папой жили. Наверное, хотели быть принцессой. Она говорит, я хотела быть дворником. Мне казалось, что самая прекрасная работа – взять большую лопату, вот, помните, были такие фанерно-деревянные лопаты, и этой огромной лопатой разгребать снег в большом дворе. Ну, как маленький принцесс очищать планету, да? А в 8 лет она прочитала «Графа Монте-Кристо» и решила, что она должна стать адвокатом, чтобы защищать права людей. И до сих пор, и даже она поступила на юридический, но поняла, что это очень серьезно. Она не сможет совмещать и дети, и какое-то творчество, и юридическое. Она сказала, я люблю или делать очень хорошо, или тогда не делать. И это в будущем. Она не оставила эту идею за права человека каким-то образом бороться. А сейчас она говорит, понимаете, что право на жизнь, да, ее зависит от того, есть у нее деньги или нет. Как и у многих, да. И это очень хороший, светлый, замечательный человек, талантливый. Телефон помощи лайме 9306384, евро 42 цента, один звоночек. Напоминаем, в гостях у нас мама двоих детей Елена Скуратова и автор сказок, разных сказок. Мы еще про сказки спросим, должны успеть подробнее. А вот сейчас такой вопрос на злобу дня, что называется. У вас дочка 7 лет старше, да, то есть она первоклассница. Как вы начали сейчас после каникул вот это удаленное обучение? Сейчас очень всех волнует. Начали со скрипом. Мне повезло, что я не полезла в систему с самого раннего утра, как это сделали многие, потому что уже в Фейсбуке видели, что система перегружена, файлы не загружаются, вообще просто в нее зайти нельзя. Но вечером все было хорошо, все работало. В дневнике, в этом электронном уже у нас задание учительница выложила, как бы, ну не только на один день, а на несколько дней, то есть вперед. То есть можно уже как бы все потихонечку скачать, что-то распечатать, что-то просто на компьютере смотреть. Вот, конечно, ты понимаешь, что ты своему ребенку становишься не просто родителем, но еще и учителем. То есть помимо того, что нужно приготовить, покормить… То есть надо есть успеешь ребенку. Однозначно, тем более, что тебя не воспринимают, тебя не воспринимают как учителя, тебя воспринимают как маму, которая опять пристает с уроками. Если в школе ребенок уроки делает в продленке и с удовольствием, там все делают рабочую атмосферу, то дома эту рабочую атмосферу все-таки очень сложно создать. Вот, и есть любимые уроки – математика. Вот математику мы можем сделать всю наперед, допустим, если можно, то есть это да. А что-то другое, что сложно, то сложно, конечно, это сложно. И, конечно, надо тебе, да, этот компьютер, на котором, допустим, тебе нужно что-то сделать самой, то есть работу, допустим, какую-то, если там перевод, перевод, то поделиться с ребенком, найти это время. То есть, да, родителям как бы, я понимаю, родители бедных, которые вот остались, в основном-то это мамы, потому что бабушки тоже, я думаю, что не все могут помочь. То есть, если детки постарше, то они уже там в технике разбираются. Те, кто вот младше, особенно первоклашки, второклашки, все-таки там родители необходимы рядом сидеть, подсказывать, смотреть. Лен, ну вот чтобы справиться со стрессами, надо, наверное, может быть, сказку вашу какую-то почитать. Давайте вы нам кусочек сказки прочтете сейчас или расскажете. Я, может быть, даже расскажу, чтобы, да. Ну, наверное, я расскажу ту сказку, которая вот, может быть, была, ну, более, она была более ранее, да, то есть тоже про свалки, тоже про лес. И вообще там герой этот Ежонок, мой любимый герой, вот у меня тоже как бы мечта ещё, чтобы была издана книжка про сказок про Ежонку, потому что она как раз вот посвящена таким вот садиковым проблемам, да, таким вот детским, которые, когда вот ты хочешь, например, помочь деревцу, которая там вот берёзка вот растёт в лесу, и кажется, что она такая холодная, там замёрзшая, она там не выживет, вдруг там кто-то пойдёт её сломает. И вот там вот Ежонок у меня тоже в одной из сказок, он так, он решил причинить добро. Он эту берёзку, он её выкопал, и вот в горшочек и на подоконник. Он думал, что он ей так поможет. А папа ёж, когда увидел вот это вот, говорит, ну, как же это так, сыночек-то? Надо её обратно вернуть, то есть выживет она там, там ей лучше будет. Вот, и вот такие сказки про Ежонка, и вот одна из них, которую, ну, я не знаю, я не буду её, наверное, читать, я так расскажу. То есть Ежонок очень любил ходить на земляничную поляну, собирать землянику. Вот, и как-то вот он весной туда пришёл, весна, уже лето, вот именно на эту земляничную поляну дошёл, он увидел, что там вот валяется этот мусор кругом, да, то есть такого не было, и все звери, которые там у него друзья, там зайчик прибежал, они все видят, что там эти стёклышки, там они подумали, что это как кусочек росы, да, это стекло. Вот, и Ежонок решает, что он спасёт свою поляну, он спасёт свой лес, и он задаёт такой вопрос, мама, а почему, это же наш дом, почему в нашем доме, ну, как бы люди мусорят? Вот, и мама говорит, ну, вот видишь, как бы, наверное, может быть, им сказки добрые, ну, как бы в детстве не читали, да, то есть, и Ежонок, все, ну, как бы зверюшки хотят помочь, но не знают как, а Сорока такая прилетела, говорит, ну, вы какие-то странные, что вы хотите, допустим, это всё сделать, то есть, как обычно у нас есть те, кто не верят во что-то хорошее, вот, и ночью он идёт туда, на полянку, начинает собирать мусор, и Сорока, увидев, что человек идёт с собакой, то есть, она как бы решила всё-таки тоже помочь, она зовёт зайца, заяц бежит, собака, то есть, бежит за зайцем, человек пришёл на эту полянку, увидел этого Ежонка, который весь закопан в этом мусоре, потому что на своих иголочках он переносил этот весь мусор, он собирал его как бы в кучку, куда-то там на дорогу, чтобы машина, допустим, ехала, собрала, вот, и он попадает в газеты, он попадает в журналы, в социальные сети, то есть, и вот люди увидели эту свалку, то есть, таким образом они её как бы вот ликвидировали, да, вот, ну, вот это такая одна из сказок, конечно, она не самая интересная, но вот такие истории, да, такие истории какие-то вот, как про берёзку, как про, был у нас там ещё волшебный кувшинчик, тоже такая сказка хорошая, тоже там Ежонок герой, то есть, там она немножко такая волшебная, вот, как папа там кувшинчик дал Ежонку, чтобы вот, когда каждое плохое дело, он какое-то делал, маму не слушался, кувшинчик треснул, просто с него начала водичка вытекать. Ну, вот смотрите, как сейчас подумала, какую мысль, что, когда мы говорим, спасти мир, надо спасти мир, не надо спасать глобально весь мир, надо спасти кого-то рядом с собой, да, или сделать что-то маленькое, что можешь только ты, вот, как тот Ежонок пошёл на эту полянку, да, и с него началась цепочка каких-то добрых дел. Так же, как вот у нас с этого маленького звоночка по телефону 930-6384, да, вот звоночек маленький, евро 42, а собираясь вместе, они помогают какому-то конкретному человеку. Это тоже спасение мира, если так глобально говорить, да, не будем там пафоса добавлять, но это реально спасение мира. Сейчас очень быстро просто хочется сказать всем спасибо, потому что у нас на прошлой неделе такое спасение мира случилось прекрасное, что мы все плакали, мы собирали. Неделю назад рассказывали историю Людмилы Кульковой, Людмила Ивановна Кулькова, это логопед детский, известный детский логопед, она работает в детском садике Абил, это в Юрмале, и её знают очень многие дети, через её руки прошли, она замечательный специалист и очень добрый человек. И вот с ней беда случилась, беда за границей с ней случилась, там целая цепочка, опять же, таких неприятностей, и сейчас, в данный момент, она в клинике Санкт-Петербурга лечится, в госпитале лечится от кровоизлияния в мозг и аневризмы, разорвавшейся в головном мозге, потому что её парализовало после этого, и нужны очень средства, тем более, что границы закрыты. Да, а Вайвори не смог её принять, и её принял в госпиталь в Петербурге. И вот случилось то, что случилось. Мы рассказали эту историю, вы знаете, мы думали, ну, трудно будет очень собрать, но вот просто пошла какая-то цепная реакция, и вот сейчас цифры озвучим, и сразу мы эти цифры со слезами просто смотрели на них, на лечение Людмилы. Сейчас все будут представлять, как мы здесь сидим и плачем. Нет, мы дома сидели, на лечение нужно было на 6 недель 5100 собрать, а собрано 8770 евро. Это огромное спасибо всем и каждому за каждый звонок, за каждый евро. В том числе было сделано 2402 звонка на благотворительный телефон, на сумму 3000 евро. А вы знаете, как, наверное, вот мы подумали, мы писали в социальных сетях, что поделитесь этой информацией, потому что наверняка среди наших друзей, мы все живём в маленькой стране, в Латвии, вот дети, прошло вот несколько поколений детей через руки этого специалиста, и родители знают, вот не 6 даже рукопожатий, а через одно. И обязательно вот как-то люди, эти дети, родители, вот эта цепочка добра сработала невероятным образом. Невероятным. В общем, всем спасибо, а на этой неделе мы рассказываем историю Лаймы, девушке Лаймы, которой тоже очень нужна помощь, жизненно, важно, нужна. Телефон 930-6384. В гостях у нас Елена Скуратова, писатель, автор сказок. Лен, скажите, всё-таки можно ли сказками конкретно спасти мир, добротой, красотой, сказками? Какая у вас мечта личная есть тут в этом плане? Мечта? Да, вот у нас программа к концу подходит, надо как-то это всё подытожить. Мечта, наверное, чтобы каждый человечек просто в мире стал чуточку счастливее. Сказками это будет, не сказками, то есть были войны, есть войны информационные, бактериальные сейчас, непонятно, да, то есть всех, как говорится, той же ты не сделаешь сказкой просто счастливым, а вот именно чтобы каждый человечек сам как-то задумался по-другому, то есть стал добрее, стал чуточку лучше. Вот, наверное, такая мечта, ну если это из глобальных, да. А так, конечно, чтобы все родные и близкие были здоровы, счастливы, все друзья, все родственники, да, и, ну как вот это по цепочке, что передавали друг другу что-то доброе, хорошее. А милосердие, вот воспитание детей, как мы можем этому научить? И насколько это важно? Это очень важно, потому что поколение-то растёт, да, и то, как мы научим сейчас деток, ну, относиться и к себе, и к окружающим, то есть это также как бы, ну, это как урок для нас всех, то есть когда они вырастут, как они будут относиться и друг к другу, и к окружающим, ну, ко всем, да. И не ожидая там какой-то благодати. Конечно, да, 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 то есть это очень важно, почему вот, может быть, сказки так тоже и полезны, что если они с детства, как бы ты учишь ребёнка не нотациями, а именно через что-то такое волшебное и доброе, или через какой-то даже рассказ хороший, то есть ты учишь ребёнка немножко как бы быть не таким, допустим, эгоистичным, как все с детки как бы хотят. Люби меня только, только я. Ссориться друг с другом там за ту же игрушку, то есть я, я, там, мне, вот, ну, то есть как-то всё-таки, да, дарить это всё, воспитывать по-доброму, не нотациями, стараться. Как можно вас найти и заказать вот книжку? Книжку, книжку добрую ещё раз покажу, можно найти на страничке Dream Create, да, я не знаю, будет ли тут видно, тут вот она в конце написана вот так вот, если, да, то есть на сайте можно найти, можно найти Facebook тоже есть, dreamcreate.lv, да, вот, заказать можно, мы тоже, я вот ищу возможности тоже сотрудничества как-то, то есть с каждой книжки тоже жертвовать, может быть, в какой-то фонд, то есть сейчас это только-только проект, вот он начался, то есть только-только вот я издала, ну, как бы первые книжки, которые я могу показать людям, принести, вот они только вот изданы, да, есть первые заказы несколько, но сейчас в связи тоже с кризисом, то есть у меня тоже, моё дело тоже очень остановилось, и полностью, то есть тишина, видимо, как-то информации, может быть, людям не хватает, может быть, просто как-то люди боятся, как-то больше все сидят по домам, как-то переживают о чём-то, а сейчас самое время читать сказки, сейчас быть с детьми и читать сказки. Спасибо большое за беседу, мы надеемся, что всё закончится плохое, а хорошее обязательно продолжится. Спасибо всем нашим радиослушателям, здоровья вам и радости!